Привет, друзья! У микрофона Антик, мы продолжаем играть в Казаки 3, и сегодня у нас Украина в рейтинговой игре. Как вы знаете, Украина на 10 минутах мира достаточно слаба, то есть на 20 минутах мира она, конечно же, всех выносит, но за 10 минут мира мы не успеем прокачать сербюков, хотя сможем построить их достаточно много. Так, давайте-ка поставим ГЦ около дерева, потому что у Украины очень дорогие склады, самые дорогие склады в игре, в принципе, как и у России, так что надо их экономить. Так, мы меняем железо на дерево, потому что дерево понадобится очень много Украине. В варианте за Европу, вот такой тактикой, такими обменами, мы, конечно же, покупаем чуть больше камня, ну а тут мы покупаем чуть больше дерева. И будем играть через прокачку золотых шахт. Так, отлично. Идем. Я, конечно, очень надеюсь, что у моего противника сейчас какая-нибудь будет Европа, чтобы попробовать противостоять Украине и как раз Европе, что будет очень и очень сложно. Так, сейчас вот у нас шахты построятся. Скоро уже. Мы их будем прокачивать. Железные шахты золотые ставим и давайте уже, наконец, так, пошли добывать. Шахту прокачаем. Вы, вероятно, уже видели на канале видео, где мы играли на стриме, то есть вырезка была со стрима и мы играли 4 на 4. Играем мы обычно на стримах на рандоме, то есть случайной нации. И получилось так, что четырем людям из нашей команды выпала Украина. То есть три Украины в команде на 10 минутах мира. Против нас была Европа и там европейские нации. Ну и мы затащили ту игру, к чему я был невероятно просто удивлен. Потому что реально на 10 минутах мира за Украину очень сложно. Но там, конечно, были сложности. Патроны постоянно кончались. В общем, посмотрите то видео, если вы его не видели. Но если лень смотреть, то, в принципе, вот это видео достаточно посмотреть. Тут примерно то же самое будет. В общем, сейчас мы все эти шахты золотые прокачаем. Я не знаю, сейчас пока 3 шахты прокачать или 4 прокачать. В идеале, конечно, лучше 4 прокачать, чтобы золото был приток большой. Короче говоря, у нас какие варианты за Украину-то сыграть? Либо очень много сердюков наклепать, то есть больше построить казацких домов. Но в этом случае мы сердюков не успеем прокачать. Либо все-таки надеяться на наемников. Мы будем, конечно же, играть через наемников, потому что с сердюками это сделать практически невозможно. Я, правда, не знаю, что там у противника. Если какая-нибудь Польша или Шотландия, то можно, наверное, с сердюками затащить. И вот, блин, я еще заговорился тут, на шахты отвлекался и забыл про топор. Топоры лучше брать сразу. Но, в принципе, у нас сейчас не так много крестьян было на дереве. То есть все пошли в шахты золотые прокачанные. Так что не слишком страшно. Но топор забывать не надо. Короче говоря, если там солдаты будут без доспехов, можно и, может быть, одними с сердюками затащить как-то. Но нам надо сейчас построить конюшню и дипломатический центр. Так что надо бы дерево-то купить. Я уже, вероятно, и рассказывал, в чем заключается вообще суть этой тактики. Заключается она в том, что мы строим гип-центр, заказываем рундаширов и ждем, пока накопится золото на драгунов. Ну, соответственно, когда около 10 тысяч золота накопится, мы заказываем сотню драгунов. Или около того. Может быть, чуть больше сотни получится. Может быть, чуть меньше сотни. Но это уже не важно. Вот. Если за Европу у нас какие-то варианты есть, то есть за Европу можно без драгунов обойтись. Там можно попробовать затащить одними пикинерами плюс офицеры. Но за Украину офицеров нет, как вы знаете. А гетьманы, они офицеров не убивают. Их получится к тому же и мало очень. Так что за Украину вот эта тактика с драгунами, она особенно важна, потому что она помогает выжить Украине. И, более того, в некоторых случаях даже и победить. Ну, что мы сегодня и проверим. Давайте тогда закажем пока что в гип-центре рундаширов. Пусть пока не выходят. И ждем, пока золото накопится. Тем более, что у нас уже все 4 шахты прокачаны. Золото копится очень быстро. Так. Рундаширы тоже пригодятся, в конце концов, если у противника будут стрелки. Ну, из видео в видео я какие-то вещи, конечно же, повторяю несколько раз. Просто потому что не все прям смотрят каждое видео на канале. А кто-то вообще только-только подключился. Напишите в комментариях, кто-нибудь есть, кто только-только вот подключился к нам. Как говорится, это первое видео, которое вы смотрите на этом канале. Других вы не видели. Но вряд ли, конечно, такие люди будут. Или вряд ли их будет много. Потому что есть уже видео, которые собирают аудиторию. Собирающие видео они называются. Ладно, давайте тогда за 2 минуты до конца времени мира мы закажем пачку драгунов. Заказываем мы их пачкой сразу же. То есть 100 штук. На бесконечность ставить их нельзя, как Рундаширов. Потому что с каждым новым вышедшим драгуном из гип-центра, следующий драгун уже дороже становится. Остановится. Вот. Короче говоря, сейчас мы ставим... Зачем шахты железом и углем? Потому что нам элементарно нужны будут патроны на стрельбу сердюкам и драгунам. Очень много ресурсов выходит на стрельбу. Поэтому, если есть возможность, то ставим шахты обязательно. Если есть возможность, то обязательно ставим. И прокачиваем. Ну, если железо и уголь не прокачать, то патроны будут очень быстро кончаться. У меня не всегда получается прокачать шахты, сразу говорю. Все ситуативно. Каждый раз одинаково хорошо сыграть не получится ни у кого. Где-то все равно будут промахи. К тому же шахты могут быть на разном расстоянии от базы. Это тоже такой микрофактор, который может повлиять на исход. Вот. Ну, как бы, можно лошадей еще оставить на охрану в шахт. Но лошадей тратить не хочется. Они будут танковать. Все их тоже мало получится, этих лошадей там. Так, вот уже время мира кончается. Все вроде бы, что могли, уже расставили. Не будем мы сейчас лезть на рожон, потому что, как я уже говорил много раз, в принципе, если мы сейчас пойдем в атаку, то пока мы дойдем до базы, там у врага скопится еще больше армии. А в случае Украины нам противопоставить там особо нечего врагу. Так что будем пока сидеть тут. Но в случае за Европу, конечно, лучше пойти в наступление пикинерами и драгунами. Чтобы драгуны попытались перестрелять войско врага. А пикинеры бы прикрывали драгунов от того же набега сечевиков. Так, слушайте, надо бы иду-то взять, да? Ну, в случае за Украину нам некем прикрывать драгунов от набегов сечевиков. Короче говоря, сейчас будем уже защищаться. Делегация к нам идет знатная. Сейчас, наверное, попробуем еще с сечевиками пойти напасть на базу. Хотя вот сечевики, конечно, нужны будут еще нам, чтобы вражеских драгунов контрить. Ну, на базу тоже надо наведаться противнику. У меня всего два отряда получилось сердяков, большие и маленькие. Хоть что там. 90 драгунов где-то, да? Около, сколько там, 120 примерно сердяков. Да, конечно, для танкования-то у нас не так уж много ребят. Ничего, сейчас будет жара. Посмотрим, кто кого. Что-то, слушайте, они поторопились, по-моему, прийти к нам. Стайка драгунов небольшая. Ну, как в былые времена, да? Помните, когда побеждал тот, кто... У кого больше драгунов... Кто больше сможет драгунов нанять, тот и побеждал. Сейчас примерно та же ситуация получилась. Так, рандаширы, значит, пикинеры там идут к нам. Офицеров что-то я не вижу. Рандаширы, пикинеры-драгуны. Испугались. Так, и что у нас там на базе до врага? Все под охраной тут. Ни к чему не подступишься. Поехали, конечно, тут... Ну, вроде все неплохо, да? То есть они нас не прожали. Не отступают. И мы, соответственно, переходим в решительное наступление. Блин, драгуну посередине никак не забежишь. Попробуем все-таки. Не, нифига. Нифига. Ну. Так. Давайте, давайте, ребята. Все, пачки-пачки убили. Отлично. Практически все войска их перестрелили. Ну что, гоним. Поганой метлой. Да, конечно, стая огромная. Тут у нас очевиков скопилось. Так, прибавим эти отряды, наверное, к нашим основным отрядам. Сейчас мы их нагруппируем тут. Так, слушайте, здорово у нас там сейчас будет слева там набег. Мы отобьем. Должны отбить, по крайней мере. Сейчас бы шахту... Ладно, нет, шахту не буду взрывать, потому что там... Все-таки она прокачанная. Жалко. Разгоним так. Все, вроде, да, побили всех. Ну что, круто? Круто. Интересная получается игра. Украина против Европы. Их уже тяжелые ретары там стоят. Ёптать. Тяжелые ретары, это опасно, черт убери. Они нас могут перерезать, но мы их должны все-таки перестрелять. У нас большая численность драгунов живых. Он практически не умер. Десять штук я всего потерял. С начала игры. Так, патроны есть. Все, уголь кончается. Отходим, отходим. Враг бежит, враг бежит. Сочевики тоже бегут. Все бегут. Я думаю, что у них нет шансов. Видимо, мы тоже немного поучаствовали. В общем, веселье. Ну что, здорово, слушайте, здорово. Я уже вижу нашу победу. В этой славной войне. Интересная получилась катка. Враг пока не сдается, да? Надеется вытащить. У нас там еще подкрепы идут. Да, но с патронами, конечно, беда. С патронами беда. Это при том, что я еще прокачал одну шахту железную и угольную. Но все равно патронов не хватает. Еще бы, блин, серюки стреляют, здесь драгуны стреляют. После ребаланса недавнего, точнее уже давнего ребаланса, драгуна еще повысили стоимость стрельбы. Короче говоря, что ж. Это была катка за Украину против Европы. Пишите свои впечатления. Как еще можно сыграть за Украину, чтобы не послеваться. С вами был Антик. Всем спасибо за то, что посмотрели. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok